Украина изменит свою стратегию по деоккупации Крыма. Об этом в своих социальных сетях заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Стратегия деоккупации Крыма, время новой редакции, очередность средств деоккупации, политика дипломатических, военных, экономических требует изменения приоритетов. Речь о том, что в нынешних обстоятельствах в вопросе освобождения Крыма Украина больше не может руководствоваться стратегией, которую руководство государства поддержало в 2021 году. В 2021 году, 24 марта, вышел указ президента Украины Владимира Зеленского номер 17 о стратегии деоккупации автономной республики Крым и Севастополя. Там, где мы впервые, начиная с 2014 года, отработали все моменты. Согласно указу президента от 24 марта 2021 года в вопросе возвращения Крыма, основным Украина рассматривала именно политико-дипломатический путь. То есть речь и шла о проведении переговоров в тех форматах, которые существовали на тот момент, привлечения различных международных площадок. А мы знаем, что была создана и Крымская платформа, и там многие вопросы этого плана, скажем так, обсуждались. Усилением работы непосредственно на подконтрольных Украине территориях, с точки зрения тех граждан Украины, которые вынуждены были выехать с временно оккупированного Крыма. Крымская платформа получила существенную поддержку и за пределами Украины. Инициативу дипломатического возвращения оккупированных территорий поддерживали сотни парламентариев и политиков Европы, США, Южной Америки и Азии. Наши международные партнеры, они в целом достаточно позитивно относились к подобным стратегиям, готовы были принимать в них посильное участие, финансировать какие-то определенные программы. Ну, поскольку считали, что пускай это и растянется по времени, но так или иначе, рано или поздно Крым политико-дипломатическим путем удастся вернуть. Но 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну. И с этого момента приоритеты в вопросе возвращения временно оккупированного Крыма изменились. Сейчас ситуация кардинально поменялась. После широкомасштабного вторжения мы прекрасно понимаем, что обсуждение каких-то исключительно политико-дипломатических методов, оно не является актуальным и целесообразным. Не является таковым, прежде всего, из-за позиции Российской Федерации, которая с упорством, достойным лучшего применения, требует, ну, выдвигает, точнее, неадекватные абсолютно требования касательно признания Украины и Крыма территории Российской Федерации. Помимо самого факта войны, смена стратегии связана с использованием России оккупированного полуострова в военных целях. Именно Крым стал плацдармом наступления россиян на юге Украины. Именно в Крыму находится Черноморский военный флот. И именно в Крыму базируются десятки военных самолетов. Помимо того, пересмотр подхода к деоккупации полуострова – это важный сигнал союзникам Украины. Украина делает заявление, что мы не рассматриваем сейчас никакие другие условия предварительные окончания войны, кроме как возврат к границам 91-го года. И эти границы, конечно, включают полностью автономную республику Крым. В свою очередь, осознавая реальность и неизбежность угрозы, в Крыму россияне вместо пляжного сезона вовсю готовятся к обороне. И о каком сезоне в Крыму говорить, как курортник попадет на море, если тут 200 километров от таких окопов. Субтитры создавал DimaTorzok